Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Хотелось бы сегодня с вами поговорить о церкви. Что такое церковь? На армянском мы говорим егератив. На русском почему-то церковь, видимо, другая этимология. Это слово егератив, как все говорят, это слово эклезия, что идет от глагола экалоны, если не ошибаюсь. Призывать, созывать куда-то. А вот эклезия означает собрание. Видимо, собираюсь на какое-то собрание избранных, если не ошибаюсь. Вот что такое церковь? Давайте вот с этим попробуем разобраться. Церковь – это тело Христова, которое распинается за грехи человечества. В более мистическом, конечно, понимали. Это евхаристическое собрание, которое через совершение божественной литургии, через причастие тела и крови Христова совершает таинство спасения человечества, таинство восстановления Царства Божьего на земле. И, конечно же, сама Церковь является самым большим таинством. Она состоит из небесного, из земного, из духовного, из телесного. Это то, что основал Господь Иисус Христос Святым Духом. То, что Святой Дух основал в День Пятидесятницы. И то, что является, в принципе, залогом и смыслом бытия всей человеческой жизни и человечества в целом. То есть Церковь стоит в центре творения, в центре, в принципе, жизни всего человечества. Давайте сразу определимся. Когда мы говорим в церковь, мы не имеем в виду какое-то здание каменное или деревянное, смотря в какой культуре. Мы что-то другое имеем в виду. Вы сказали, что тело Христово. Это слова апостола Павла, если не ошибаюсь. В послании к Ефесянам, если не ошибаюсь. Что имел в виду апостол Павел, когда говорил слово «тело». Он обычно, когда что-то говорит, он какой-то пример приводит. Например, когда все бегут на ресталище, некоторые атлеты бегут, некоторые нет, достигает только один. Какой-то приводит метафору, чтобы объяснить какие-то ему интересные темы. В данном случае, когда вы говорите «тело Христово» или «невеста Христово», опять же, Павел, по-моему, что имеется в виду, для чего это говорит? Что он хочет показать? Какое отношение между людьми, которые составляют Церковь, и Христом он хочет показать? Все эти обозначения Церкви являются некоторыми аллегорическими понятиями. Мы не говорим буквально, потому что буквально Церковь – это собрание верующих. Само слово Церковь. Ну да, произошло слово «экклесия» или «русская церковь» или «армянская экклесия». Оба они, конечно, не очень похожи на греческий оригинал. Ни церковь, ни экклесия. «Кирч», по-моему, слово «кирча», на немецком языке. «Кирча» – это церковь. Да, «черч» на английском. Ну, все это «экклесия», по-разному интерпретируется. «Эккалео», то есть «калео» – это «озвать». «Эккалео» – это призывать, допустим, созывать кого-то. Ну, в буквальном понимании – это собрание созванных. Тех людей, которых кто-то призвал, они собрались вместе. Это называлось собранием, экклесией. Синагога на еврейском языке, в принципе, такое же собрание. Часто даже в этом понимании называлась церковь иудейская. Синагога – это тоже собрание людей. Но, конечно, в нашем понимании гораздо глубже мы понимаем, кто созвал этих людей, почему они собрались, что означает их единство. И попробуем в этом разобраться. «Кто созвал этих людей?» На этот вопрос отвечает сам Господь Иисус Христос, говоря о том, что никто не может прийти ко Мне, если Отец не призовет Его. То есть, Отец призывает людей? Отец Небесный, да. А куда призывает? Вопрос. То есть, что они там делают? Он призывает людей к единству во Христе. И церковь – это как бы воплощение этого единства. Ну, как бы люди могут быть едины в каких-то мыслях, в каких-то вероисповедательных началах, но для того, чтобы это единство было более реальным, им, конечно, нужно собираться вместе и что-то делать. Вот. И люди таким образом под влиянием Святого Духа, Святой Дух собирает церковь как единое тело. И каждый в этом теле некоторую часть имеет. То есть, тело – оно единое, как говорит апостол Павел, но имеет многие части. Не может быть все глаза или все ухо. То есть, есть два глаза, два уха, допустим, одно сердце. Ну, в таких аллегориях апостол Павел рассуждает о единстве. Для того, чтобы люди понимали, что они разные, но их единяет. То есть, они имеют в себе одну кровь, которая соединяет все эти органы и приводит их в жизнь. И это та кровь, которая излилась на Голгофе, кровь Господа Иисуса Христа, которая излилась во спасение человечества. То есть, пролитой кровью Христовой мы куплены, мы куплены и нас соединяет это все. То есть, церковь – это собрание тех людей, которые соединены кровью Иисуса Христа воедино. Всяган Давид, вот вы сказали, что о день рождения церкви сказали и упомянули день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на христиан. Но, а как же вот тот момент, если не ошибаюсь, Евангелие от Матфея, шестнадцатая глава, шестнадцатые, восемнадцатые стихи, да, там, где апостолу Пётру Иисус Христос обращается и говорит, «Ты камень, да, на тебе я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Как-то непонятно, да, вот, и здесь церковь, и там вроде церковь. Здесь не рождение церкви или что здесь было? Здесь не было рождение церкви, но было некоторое пророчество или некоторое… То есть, будущее создам. Да, то есть, он не говорит, что создают церковь, то есть, еще не было церкви, когда Господь был здесь на земле, это была подготовка церкви. И так как апостол Павел исповедовал Христа как Господа, то есть, говорит, что ты Христос, Сын Бога Живого, вот, и на этом исповедании, на этой вере, будет основана церковь. Она будет основана на апостолах, как говорит апостол Павел, что она является столпом и утверждением истины, основана на пророках и апостолах. Вот, и наша церковь называется апостольской. Почему? Потому что в истоках церкви мы видим личности людей, которые были апостолами Христа, они являются создателями предания. Вот предания, это учение, которое Христос передал апостолам, они передали ученикам, вот, и на основе этого предания было написано Священное Писание Нового Завета, и было сформулировано именно понятие о церкви и сама церковь. То есть апостолы, они получили это дарование от Христа быть родоначальниками церкви. Ну, и в этом контексте мы понимаем, что оно богочеловеческое учреждение. Несмотря на то, что Святой Дух Он сошел, Он дал свою благодатную силу на создание этой церкви, несмотря на это, конечно, мы видим, что человеческий фактор довольно большое влияние имеет в церкви, как во время апостолов. Там были, конечно, человеческий фактор, разделение. Помните, у коринфян там один Аполлосов, другой Кифов, третий Христов. Да, и были много человеческих факторов. До сих пор мы знаем, что церковь, она святая, она непорочная, она ведет людей к святости. Но одновременно с этой святостью, с этой духовностью есть человеческий фактор, который не всегда положительный. Очень часто он, конечно, неблаготворно влияет, но он всегда подтверждает то, что церковь является богочеловеческим учреждением. Диагон Давид, Вы сказали про богочеловеческое учреждение, очень интересный момент такой. Вот, например, многие смотрят на церковь, например, со стороны, с позиции такого человека, что есть люди, которые любят футбол, у них общий интерес, собираются, вместе гуляют, общаются, у них что-то общее есть, общество интересов. Мне что-то подсказывает, что церковь – это не только общность интересов, то, что там люди собрались, поговорили, сказали, о, ты веришь? О, да я тоже здорово, классно и так далее. Что другое здесь есть в церкви? Что именно здесь есть, что нас отличает и очень сильно отличает от других? Да, действительно, Вы правильно отметили, что церковь – это не только единение интересов, это не хобби, это не кружок для любителей гольфа, да? Это нечто большее, это таинственная жизнь человека, это раскрытие духовных способностей в Святом Духе. Пребывание человека в Святом Духе является одним из главных факторов церкви. Святой Дух, он живет в церкви, он освящает людей. Помните, апостол Павел, когда пишет послание своим церквям, несмотря на то, что они были довольно проблематичные, часто грешные, допустим, церковь в Каринфе, да, они имели много грехов, но он говорит всем святым, да, то есть те святые люди, которые были посвящены Богу, то есть это некоторое посвящение, это, конечно, кардинальное изменение жизни. Человек, он входит в некоторую область церковного общения, воцерковляется, так сказать, приобщается ко Христу, соединяется со Христом, и путем этого соединения он изменяется, он освящается. Каждый член церкви, несмотря на его личные грехи, на его всякие недостатки, он является освященным или посвященным Богу. Это некоторая такая особая святость, которая необходима. Это любой человек, да, любой христианин? Ну, тот христианин, который, да, он член церкви, который живет. Посвящение происходит, да, в начале его жизни? Да, это посвящение начинается с крещения или с покаяния, прихода ко Христу. И несмотря на всю дальнейшую жизнь, он как бы уже потенциально святой. Он потенциально святой. Слово посвящения, да? Да, потому что в библейском понимании слово святое – это тот, кто отделен специально для Бога. Не то, чтобы он там совершил… Ну, помните, в Ветхом Завете там были разные святые, допустим, предметы, там чаши святые, не знаю, там подсвечники. То, что избирается от секулярного, мирского для посвящения Бога. Вот у меня, допустим… Теперь понятно. Это я задумался. Есть, допустим, книга, она, допустим, моя, но я посвящаю ее церкви, Богу. Она становится святой в понимании библейском. И был народ Божий, Израиль, который также был святым народом. Он был одновременно грешным, но был посвященным Богу. Вот. И церковь, она также является святой, и она освящает людей, и мы все являемся такими, в этом плане, святыми людьми. Но не в церковном понимании тех святых, которые имели особую благодать, да, которую мы канонизировали. Ну, в общем, понимание святости – посвящения Богу. Вот. Этим посвящением мы отличаемся от всех других. Ну, о святости мы в дальнейшем поговорим, когда будем рассказывать о свойствах церкви, которые входят и святость тоже. Хорошо. Хотел бы поговорить. Вот многие люди есть, да, которые говорят, внутри себя верю, это достаточно мне. Не знаю, о чем ходить. Церковь, да. Какая разница? Неужели, если я в церковь не хожу, я не спасусь, я не войду в Царство Божие? В начале вот как раз нашего разговора вы сказали, что Царство Божие на земле – церковь, да, Божия. Вспоминается сразу вот одно из первых слов священника, когда мы поднимаемся на алтар во время литургии. Он говорит, Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа. Как бы напоминаю нам, ребята, вы в Царстве Божием, здесь на земле, Царство Божие, да. Как относиться вот к таким утверждениям Царство Божие, то есть спасение, да, как бы это одно и то же, считай, вне Царства Божьего, да, которое вот тут. Как люди вот часто вот пытаются это сделать, да, организовать себя. Возможно ли спасение? Нет, речь вне Церкви, да, имеется в виду? То есть речь не о том, что какие-то папуасы там, которые от Церкви ничего не слышат, там, эскинулось и так далее. Речь о тех людях, которые в курсе всего этого, и объясняют, но они говорят, я внутри себя верю, я там где-нибудь там помолюсь и так далее. Вот насколько Церковь, во-первых, ведет к спасению, насколько важно пребывать в таинствах Церкви? Чтобы спасаться? Да, это очень важно, потому что многие люди именно имеют такие отговорки. Чаще всего это недуховные убеждения, но некоторые причины отговорки, почему люди не посещают богослужения, почему они не участвуют в жизни Церкви, они основываются на том, что имеют некоторые духовные внутренние миры. В этом мире уже общения с Богом этого достаточно. Я думаю, что в этом люди не лгут, они действительно имеют потенциал, каждый человек имеет внутренний мир и имеют возможность личного общения с Богом. Именно это личное общение, оно является основой духовного развития каждого христианина. То есть каждому человеку, члену Церкви или христиану необходима личная комната общения с Богом. Но правильное общение с Богом приводит человека именно к соединению в более плотной связи со Христом, что происходит в Церкви во время Таинства Евхаристии. То есть если человек действительно находится в общении с Богом и Бог у него в душе, то непременно Господь переводит его к свой дом. Как вы, допустим, имеете очень шикарный дом и имеете очень близкого друга, и рано или поздно вы приводите его к себе в дом, чтобы он получил все эти дары, которые вы имеете у себя в доме. И Господь непременно приводит человека, верующего в Церковь разными путями, посредством других людей, посредством священника, посредством книги, не знаю, случая и так далее, он в этом храме встречается действительно с той силой божественной, которую он никогда не испытывал в жизни. И поэтому мы не представляем правильного общения без церковной жизни. Да, люди свободны, люди могут выбирать себе жизнь, но те блага, которые Господь дает в Церкви, нигде в мире невозможно найти. И самое главное, я сказал в самом начале разговора, что Церковь – это евхаристическая община. Что это значит? Евхаристия – это таинство причащения тела и крови Христа. Господь говорит, помните Евангелие от Иоанна, что кто не будет вкушать тело Сына Человеческого, не будет пить крови, не имеет жизни в себе, не имеет вечной жизни. Вот такая евхаристическая Церковь. Да, то есть Церковь – это община верующих людей, основанная на причащении тела и крови Христовых, которая дает нам более реальное соединение со Христом. И каждый верующий человек, каждый человек, который имеет общение с Богом, любовь к Богу, уважение к Богу, он не может жить без этого соединения, без причащения. Он не может у себя в душе причаститься к телу и крови Христовых. Это невозможно. Он не может получить, не знаю, крещение, покаяние. А все это Господь дал человеческу как благодать, то есть дар человечеству через Церковь. Вот и поэтому Церковь, она является центральным и ключевым моментом духовного развития и спасения человека. Да, возможно, некоторая жизнь вне Церкви, но полнота общения и путь спасения Господь открыл человеку через Святую Церковь. Диакон Давид, говоря о свойствах Церкви или о Церкви, да, символ веры нашей Церкви показывает нам несколько его свойств. Да. Ми, антаракан, аракелакан, сурпекерация. То есть единая, кафолическая или всеобщая, да, вселенская, вселенская, скорее всего правильно используется, вселенская. Ну, всеобщая, да, кафолика. Апостольская, Святая Церковь. Поговорим про каждое свойство в отдельности. Я знаю, что есть очень много других свойств в Церкви. Ну, вот я думаю, на этом мы можем, так сказать, ограничиться. Остальные свойства там уже очень долго будет. Вот Святая Церковь, да, мы знаем, что мы все не без греха, так сказать. Да. Чем Церковь свята? Каким образом свята? Вот особенно, когда с людьми разговариваешь, они там показывают, вот ваши христиане, вот вы, это что, где же святость? Да. Да. А чем Церковь свята? И свята ли? Да. Да, Церковь свята, мы в это веруем, она свята, и она освящает людей, и она свята, потому что она является делом Христовым, а дело Христово, оно свято. То есть Христос освящает, да? Христос посредством Святого Духа, Он освящает Церковь, она посвящена Богу, но так как мы люди создания свободные, мы имеем возможность выбора, и часто этот выбор не в сторону истины, не в сторону Бога, мы часто ошибаемся, но несмотря на наши ошибки, наши недостатки, Церковь остается святой, и она продолжает нас вести к освящению, к святости, к совершенству. То есть Церковь – это путь. Это путь или это такой путник, да, как в образном таком понимании. Церковь – это те путники из Эммауса, которым воскресший Христос явился и объяснил им все, что необходимо для их жизни. То есть некоторые путники из Эммауса, помните, это повествование из Иоанна Геальбуки? Тлеопа, и говорят, что там был апостол Вука. Да, то есть они шли, и Господь им является, он им объясняет Писание, он преломляет хлеб, дает им эту Евхаристию и как бы исчезает. Вот Церковь, она подобна этим путникам из Эммауса, Господь им является воскресший Христос лично, является Церковь и, конечно, он сообщает свою святость и дает священную благодать нам посредством тела и крови для освящения вечной жизни. Вот в моменте литургии, когда священник поднимает тело и крови Христа и говорит, и сарпутюн сарпос, то есть вот эту святость мы даем святым. И там сразу же шаракан, да, гимн христианский, да, наш церковный, ми айн сурб ми айн тер Иисус Христос и Парас Айрас. Ну, слова апостола Павла, да. И един свят, да, един Господь, Господь Иисус Христос. По славу Божию. По славу Божию. То есть, как бы, вот я, когда этот момент идет, я сразу упоминаю, то есть мы не святы, да, но посредством Христа у нас тогда возможность появляется вот подходить к телу и крови Христа, да, то есть мы святы, да, становимся церковью, становимся святой посредством своей головы Христа, да, и посредством своего Духа, так, который в прошлый раз говорил, что Дух Церкви – это Дух Святого Духа, это Дух Святого Христа, да. То есть вот последними двумя вот лицами Святой Троицы, да, Святой Троицы, да, мы освящаемся и получаем возможность приблизиться к таинствам Церкви, я правильно понимаю? Да, это именно так. Нужно правильно понимать святость в более широком смысле, в посвящении Богом и посредством этого, да, мы действительно иные, мы отличаемся от мира тем, что имеем ту святость, которую Господь даровал нам посредством причащения к Нему, соединения со Христом. А вот какие-то нравственные качества все равно христианин должен стремиться в какое-то повседневном понимании слова святость, да, вот к этому должен он стремиться все равно. Это личная святость. Личная святость. Личная святость. Личная святость человека проявляется во самосовершенствовании. Господь Иисус Христос в конце своей Нагорной проповеди говорит, ну, все-таки будьте совершенны, ибо Отец ваш – небесное совершение. Вот. В принципе, это невозможно быть таким, как Отец, но Он дает нам путь к этому совершенствованию, то есть нужно стремиться к этому. И жизнь истинного христианина – это постоянное стремление к совершенствованию, к духовному, нравственному развитию. Вот. Это бывает путем покаяния, самопознания, смирения. Это является также даром Святого Духа, который обитает в нас. Это плоды. Плоды нашего общения с Богом, плоды пребывания внутри нас Святого Духа. Следующее свойство, которое мы выделили – это единство. Да. Единая Церковь, да. Как-то был такой момент, да, когда Господь Иисус Христос говорит, что «потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между вами». И в другом месте, когда он уже в молитве к Богу Отцу, Господь говорит, что «отче, молю о них, чтобы они были в единстве, как и я с тобой в едины». Ну, если посмотрим на сейчас, да, какой-то вот, ну и там католицизм, да, там, византийская, более такая, да, наша Церковь, да, есть там некоторые другие, протестантизм есть, да. Мы видим, что люди, которые веруют в Святую Троицу, да, давно не едины уже. Да. Или здесь о каком-то другом единстве идёт речь, когда мы говорим, что единая Церковь? Невидимое какое-то единство, что ли? Довольно проблематичный вопрос. Это слабое место Церкви в том, что на протяжении веков она постоянно имела какие-то человеческие амбиции, разные разделения. То есть, если мы почитаем историю Церкви, то мы видим, что тот человеческий фактор, который всегда был в Церкви, о котором мы говорили, вот, он нёс с собой также человеческую греховность в Церковь. И греховность – это то, что разделяет. То есть, любовь – это то, что соединяет людей, греховность – это то, что разделяет. Вот, и поэтому очень часто человеческая греховность приводила к некоторым таким таким внешним разделением между церквями. Помните также состояние церкви в Коринфе, когда апостол Павел пишет, что почему столько разделений? То есть человеческие амбиции, человеческие разные грехи, они разделяли людей. И до сих пор это продолжается. Мы можем с уверенностью сказать, что то, о чем просил Господь Отца, мы не видим этого исполнения до сих пор, то есть этого полного единства в мыслях, в вере, в понимании Бога. Но есть некоторое общее единство, то, о чем вы сказали, некоторое духовное единение христиан, потому что все те христиане, которые имеют апостольское восстановление церкви, они причащаются единого тела Христа. И здесь, насколько бы люди не разделялись между друг другом, а все же они христиане. То есть, если, допустим, некоторая церковная иерархия, иерархии церковные между собой не ладят, но все-таки основная часть церкви, это прихожане церкви, это миряне, они в том же единстве со Христом. То есть, насколько мы близки к Христу, настолько мы едины. Это некоторая такая формула, которая на все века. Насколько мы близки, насколько мы причастны к телу и крови Христа, настолько мы едины, мы неразделимы. И ввиду этого единства со Христом мы составляем единое тело, которому же побеждаются разные рамки и границы человеческие, не знаю, византийское православие, восточное православное, католики, не знаю, и так далее. Все люди, которые, они причащаются к телу и крови Христу, они соединяются единством Святого Духа, единством Церкви, несмотря на все догматические, на все иерархические разделения. Но мы не сказали о том, что Церковь, она как бы состоит из чего. Нужно было нам, думаю, сначала сказать, что Церковь, она как бы не единотонна, она имеет составные части. Есть Небесная Церковь, о которой мы говорим. Это Господь, Святые, Ангелы Небесные. Это такая Церковь Победителей, торжествующая, которая составляет основную часть церкви, большую часть. Есть Церковь такая воинствующая, то есть мы, люди, которые еще находимся в духовной борьбе. То есть Небесная Земная. И в земной церкви также есть церковная иерархия, есть миряне, те люди, которые составляют большую часть церкви, это миряне, прихожане. И очень часто, конечно, управление церкви, именно в руках иерархии. То есть мы знаем, что есть люди, которым должна благодать руководить церковь, быть некоторыми такими смотрителями. Благодать управления. Да, благодать лидерство. И в этом лидерстве, конечно, очень сложно иметь такое постоянное пребывание в духе. Очень сложно, конечно, не совершать ошибок. То есть люди не безгрешны, несмотря на безгрешность римского Папы, да? Они не безгрешны, предполагаемы, да. И поэтому, да, существует разделение, но как небесная церковь земной неразделимая, так и неразделимое единое тело Христа. Хорошо. Вот говорят следующее, это кафолическое, да, или вселенское, всеобщее, да? В чем это выражается, да? Вот у письма Игнатия Богоносца постоянно вот это замечается кафолическое, кафолическое, кафолическое. Как-то, знаете, вот я слышал, что церковь Христова это образ и подобие Святой Троицы. То есть как в отце, как отец, это не одна треть Святой Троицы, и сын не одна треть Святой Троицы, так же и Святой Дух не одна треть, то и каждое евхаристическое собрание христианское церковь в своей полноте пребывает. Вот такое я слышал, да? Вот в этом, видимо, тоже кафоличность, да? И что вообще, вот какие понимания кафоличности есть? Всеобщности. Это всеобщность веры, всеобщность приближения к Богу, которая, конечно же, проявляется путем евхаристии, так как церковь евхаристическое общение, то есть она распространяется в принципе на все народы, то есть не только на избранный народ. То есть доступ, да, к тому, чтобы стать христианами и приблиться к Богу, в этом количество тоже, да? Да, то есть мы знаем, что раньше вот именно иудейский народ, он был избранным народом, то есть Бог с ним говорил, вот, с Христом уже эти рамки как бы снимаются, и она всеобщая, здесь нет ни иудея, ни эллина, да, то есть нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, как говорит апостол Павел, но она распространяется на все, она не имеет никаких таких границ, главное есть это то, чтобы люди имели веру и желание жить с Богом, вот, они принимают, принимаются в церковь, несмотря на свою грешность или негрешность, на свое социальное положение, на национальное положение и так далее. В каждом евхаристическом собрании, поскольку Христос, не какая-то часть Христа там пребывает, да, Христос полноценный, да, и человек причащается не частью Христа, а именно Христа. Полноты, да. Да, то получается лишь, что церковь во всей своей полноте там находится. Да, она одновременно и повсюду, и одна имеет полноту в каждом своем. В этом и есть таинство. Да, это таинство, собрание таинства церкви. Вот, и последнее свойство, которое часто вот мы употребляем, когда я это свойство слышал, честно говоря, я думал, это свойство только нашей церкви, потому что наша называется армянская апостольская церковь, потом понял, что нет, тут что-то не так, по-другому, начал изучать, смотреть. Апостольская церковь, да, мы говорим, апостольская, это ведь не только то, что там наша церковь основана апостолами, да, апостольство, это как аракируйство, миссия, да, миссионерство, да, как бы церкви, тоже церковь, как свидетельство церкви, вот как Господь, да, когда отправляет своих учеников, говорит, идите, свидетельствуйте обо мне, там, до краев земли, так далее, видимо, функция церкви даже и сейчас в этом, чтобы свидетельствовать о Христе, такое посланничество Христа, да, посланничество церкви, извиняюсь, да, в чем выражается, объясните, пожалуйста, нам. Ну, в первую очередь, это то, что церковь основана на учении апостолов, вот так, Христос является главой церкви, но сами апостолы являются основателями поместных церквей, в принципе, церкви в целом, вот, и говоря апостольское, мы понимаем, первое, это апостольская преемственность, то, что отличает истинную церковь от других церквей, для организации, то, что мы имеем апостоль, апостольскую преемственность, то, что они приняли от Христа, они передали своим ученикам, и это жило в этой общине, за стенами этой общины этого откровения не было, и все те организации, которые, вот, собрались, несмотря на их веру, несмотря на все, они не имеют преемственности, не являются истинной, полной церкви, то есть, критерии церкви, это апостольская, апостольская преемственность, ну и с другой стороны, это некоторая миссия церкви, потому что, кто такой апостол, это посланник, какой посланник, кто его послал, да, то есть, Господь посылает своих учеников, для того, чтобы все люди уверовали, и церковь, она послана Богом, человечеством, для того, чтобы в церкви, они встретились со Христом, в Христе, они получили свою полноту жизни, свое спасение, и они также стали посланниками, как апостол Павел говорит, что вы наше письмо рекомендательное, то есть, некоторым посланием Божьим этому миру, чтобы, видя членов церкви, они видели некоторое послание Богу, некоторый месседж, да, такой, который говорит о том, что есть жизнь иная, есть Царство Небесное, и посредством этих людей, люди также узнают о Боге и о спасении. Спасибо, вот все четыре сверстные, мы обсуждали, где там, Давид, у кого вы знаете, вот только что, вот, что пришло, да, вот мы же говорили, да, когда изучали Святую Троицу, да, что лица Святой Троицы соединили друг с другом посредством любви, неизреченной, недосягаемой до нас, да, и вот я сказал, да, вот в одной из, так сказать, примеров привел, что где-то я вот там слышал, да, какого-то богослова, что церковь – это образ и подобие Бога, видимо, и мы, да, друг с другом должны быть соединены с любовью, как и вот лица Святой Троицы, вот как дойти до этой любви, в чем эта любовь выражается, в чем значение, и в чем цель церкви в этом плане? Ну, это некоторый идеал, идеал церкви, это вот пример Святой Троицы, где нет никакой иерархии, нет никакой субординации, несмотря ни на что, но есть совершенно соединение в любви, отражение, да, то есть Троица, как некий треугольник, который отражает любовь друг друга. Ну, в церкви гораздо сложнее с этим, потому что люди еще не готовы к такому полному посвящению в любовь, вот, это путь, к которому нужно стремиться, вот, и начинается это с победы над собой, над своими страстями, над своим я, вот, это проявляется в жертвенной любви, вот, то, что Бог открыл человечеству, новый вид любви, не та любовь, которая по природе, когда мы любим своих близких, знакомых, не знаю, родных, но та любовь, которая сверх природы, которая называется Агапы, любовь божественная, любовь, которая ведет человека к совершенству. Вот, когда каждый член церкви, он имеет целью самосовершенствования и победы над своим я, над своей гордостью, над своими страстями, и жертвенная, ну, возможность или желание пожертвовать ради ближнего и ради Бога всем, чем он имеет, вот, таким методом, таким способом достигается эта гармония и соединение любви, соединение людей в любви Божией. И как человеку, который хочет стать христианом, как стать ему членом церкви, как освещать свое членство в церкви? Начинается это, конечно, с принятия Христа, он принимает Христа как своего Господа, как своего Спасителя, это называется покаянием, покаянием в грехах, крещение, если он не крещеный, конечно. И что означает быть христианином? Это означает следовать Христу, не принимать Господа как некоторый объект веры, что Господь существует, и хорошо, мы веруем, это означает последование Христу, быть христианином, быть членом церкви, это значит идти со Христом повсюду, и на Голгофу, и на воскресенье, и будущую жизнь. Вот, и поэтому, конечно, путем этого живого общения, последования за Христом, мы становимся истинными христианами, и членами единого тела Христова. И в такой интересной ноте еще один вопрос хотелось бы задать и на этом закончить эту тему. У святого Игнатия Богоносца как-то читал, когда он пишет слово церковь, знаете, какое он слово использовал, если не ошибаюсь, парэкео, или парэтео, на кео сейчас в английском языке, точно не могу вспомнить, потому что такое я греческий не знаю, но это слово вот я помню. Это слово означает как бы временно пребывающую церковь. Вот как бы ты едешь в какую-то страну, у тебя статус временно пребывающего гражданина, ты скоро должен вернуться. И вот церковь, как бы он обращает к такой церкви, вот вы временно пребывающие, вот как апостол Павел говорит, наше жительство не здесь на небесах, мы граждане небес, если не ошибаюсь, послание к филиппийцам, он говорит. в третьей главе. И в этом плане нету разделения, не должны мы делать разделения в церкви, вот это четко небесное, земное, какого-то такого, церковь едина, хотя какие-то статусы может быть есть, временные, они уже там постоянные, какого-то вот у некоторых организаций, так сказать, не будем пальцем показывать, нету вот этого, да, молитвы за усопших или же наоборот просьбы, чтобы усопшие за нас молить, да, вот не кажется ли вам, что это вот такое общение христиан, да, которые вот слова вот Игнатия Богоносца, которые я привел, прямо вот показывают вот это, да, то, что вот мы здесь временно пребывающие и церковь в этом плане едина, да, что и вот высшая, и низшая, да, церковь небесная, земная, да, в этом плане мы все как бы принадлежим к церкви неба, да, к церкви Господа, да, который как нас призовет, да, и как относиться вот к этому, да, то, что мы друг за другом молимся, вот это единство, вот что оно вот пребывает в нас. Да, вы очень правильно заметили, что понимание церковности святым Игнатием Богоносцем, оно, конечно, большое влияние оказалось, оказало на экклесиологию, на понимание церкви, да, пареума, это присутствовать временно, то есть некоторая парусия, а откуда происходят даже некоторые слова, допустим, в английском слове приходы называются perish, да, то есть от того слова, что или на украинском языке парафяне, да, то есть те люди, которые приходят в церковь, все это слова, которые имеют в корне именно это греческое слово, временное пребывающее. Мы странники, конечно, церковь это странники, как я сказал, что они похожи на странников Эмавуса, которые идут, так и церковь она странствует и имеет конкретную цель, это цель Небесного Царства, где основная часть церкви уже обосновалась, то есть большая часть, не знаю, 80% или сколько процентов, она уже на месте, она уже дома в Небесном Царстве, остальные еще как-то временно странствуют, путешествуют, вот, и поэтому наше общение с ними вполне правильное, реально, те церкви, которые действительно имеют истинное понимание церковности, они всегда молятся и общаются с теми членами церкви, которые уже за гранью этого времени и пространства, наша молитва за усопших это подтверждение этому, наша просьба о ходатайстве святых это подтверждение этому, как мы сегодня просим наших братьев, все стер наших молитв, что помолись за меня, там, не знаю, иду на экзамене, иду там в больницу, помолитесь за меня, братья, таким же образом мы обращаемся к нашим святым небесным ходатаям, говорят, что вот помолитесь за меня, потому что все мы во Христе едины, и таким же образом мы молимся за тех людей, которые усопшие, мы не знаем куда они дошли в их странствовании, поэтому церковь это единение, единение сверх всяких человеческих понятий, сверх времени, сверх пространства, сверх разных придуманных разных границ человеческих, это выше, чем просто общество, это таинство пребывания в Боге. Спасибо, Диакон, за столь интересную беседу. Вам